Добрый день вам, друзья! Не добрый день, вам не другие! Дмитрий Гордон прогнозирует удары инопланетян по Красной площади 9 мая, на день Победы. Мне вот что интересно. Он беседует как раз со своей женой, Олесей Бацман. А не опасается ли, Дмитрий, что инопланетяне эти самые, как-нибудь так, чуть-чуть совсем, ну чуть-чуть промахнутся и заденутся в его апартаменты, который с видом как раз на Красную площадь, стоимостью в миллиарды рублей. Они записаны, конечно, не на Гордон, они записаны как раз на маму вот этой самой Олеси, Бацман, с которой она беседует, то есть на его тещу. Но это все равно все те же 230 квадратов. Это все равно тот же миллиард рублей. Вот не опасается он, нет? Знаете, есть такая присказка. Интересно девки пляшут. Я вообще хочу сказать тоже спасибо инопланетянам. Это очень здорово, что они стоят на страже добра, мира и справедливости. Что они помогают Украине. Инопланетяне мощные ребята, это не просто так. И, конечно, они будут бомбить эту недострану. Я же чувствую, мы же, они для нас инопланетяне, мы для них инопланетяне, но мы как-то друг друга чувствуем. Я чувствую, что они будут очень много летать над ними и очень сильно их бомбить. У меня есть даже такое ощущение, что может что-то приключиться на 9 мая на параде в Москве. Да, вообще, как два пальца об асфальт. Это я тебе говорю как человек, который с 86 по 88 годы служил в Советской Армии и хорошо помнит, как в 87 году прямо в центре Красной площади, в центре сердца столицы Союза Советских Республик сел легкомоторный самолет Cessna, который пилотировал Матиас Руст, пилот из Федеративной Республики Германии. Нам рассказывали в армии, мы такая мощная страна, да все трепещут, Запад дрожит. Наши ракеты, наши части были нацелены на Норвегию, оперативно-тактические ракеты средней дальности. Но мы только что-то, мы сразу на Норвегию, как пульнем, и нет Норвегии. И тут прилетает легкомоторный самолетик и вся система ПВО его проходит. Телеграфное агентство Советского Союза уполномочено сообщить, что сегодня, 28 мая 1987 года, спортивный самолет, за штурвалом которого находился гражданин ФРГ, нарушил воздушное пространство СССР. 19-летний немецкий пилот Матиас Руст вылетел из Гамбурга на четырехместном легком самолете Cessna и совершил промежуточную посадку в Хельсинки для дозаправки. В диспетчерской службе аэропорта Руст сказал, что летит в Стокгольм. Однако после взлета Руст прекратил связь с финской диспетчерской службой, направился к береговой линии Балтийского моря и вскоре исчез из зоны наблюдения. Сразу после пересечения Рустом воздушной границы СССР, советские истребители обнаружили самолет, но не получили инструкции о дальнейших действиях и вернулись на аэродром. Тем временем самолет-нарушитель взял курс на Москву вдоль линии Октябрьской железной дороги. По пути его полета в воздух дважды поднимались дежурные звенья с аэродромов Хотилова и Бежицка. Но приказа на уничтожение нарушителя они не получали. Автоматизированная система ПВО Московского военного округа в этот день была отключена для профилактических работ, поэтому слежение за самолетом-нарушителем производилось в ручном режиме и координировалось по телефонной связи. Достигнув Москвы, Матиас Руст сделал круг над Красной площадью и совершив посадку на Большом Москворецком мосту, накатом доехал до храма Василия Блаженного. В 19 часов 10 минут пилот вышел из самолета, а через 10 минут был арестован компетентными органами. Редактор субтитров А.Семкин